Здравствуйте, уважаемые зрители! Борьба с грехом является неотъемлемой частью жизни христианина. Так что же такое грех и как с ним бороться? На эти и другие вопросы сегодня ответит митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Предлагаю начать разговор с определения, что же такое грех. Греческое слово «амартия», которое у нас переводится как «грех», более точно было бы перевести словом «промах». Это если бы человек, который стреляет, скажем, из лука или оружия, вместо того, чтобы попасть в цель, промахивается и падает мимо. Собственно говоря, грех – это нарушение человеком законов бытия, которые установлены Богом. Грех – это поступок или некая мысль, которой человек противится установлению Божию. Грех – это то, что разрушает человека, то, что отделяет его от Бога, и то, что не дает ему выполнить замысел Божий о человеке, который должен выполнять каждый из нас. Получается, все люди грешны? – Ну, наверное, да. В той или иной степени каждый человек грешен. Мы в молитве заупокойной так и говорим. Нет человека, который был бы жив и не согрешил. Поскольку грех после того, как первые люди пали в раю, грех стал как бы присущ природе человека. И человек стал, есть такое выражение, удобопреклонным ко греху. То есть человеку удобно, легко совершить грех. Он не задумывается над этим, он не прилагает к этому усилий. И зачастую греховный поступок – это первое, и, к сожалению, естественное, но естественно, надо поставить в кавычки, реакция человека на те или иные события, которые происходят вокруг него. – А какие грехи называются смертными? – Вы знаете, в разное время разные грехи называли смертными грехами. Вот есть такой список из семи смертных грехов – это гордость, зависть, блуд, чревоугодие, алчность и гнев. Но это очень условно. И списки, они в разных источниках можно встретить разные. Более правильно было бы сказать вот что – смертным грехом является такой грех, который не раскаян человеком, в котором человек не раскаивается, и которого он не пытается избежать, и который он не пытается остановить. Вот. Поскольку нет такого греха, который побеждал бы человека в любви Божией, и нет такого греха, который не был бы прощен Богом, человеку, который молит Бога о прощении, который старается отринуть, изъять этот грех из своей жизни. – А с чего нужно начинать борьбу с грехом? – Борьбу с грехом надо начинать с такого честного взгляда на самого себя, с того, чтобы увидеть в самом себе грех. Вы знаете, так обычно человек, живущий такой вот совершенно общей для нас всех суетной жизнью, часто даже не задумывается, что он сделал плохого, если только его плохие поступки, греховные не влекут за собой некие неприятные последствия для него. Ну, а так вот, какая у нас чаще всего бывает реакция? Злоба, гнев, зависть, раздражительность, чревоугодие, сребролюбие. То есть, как бы эти грехи, они как бы срослись с человеческой природой. Человек зачастую даже грехом не считает, ну да, я хочу, чтобы у меня было много денег, я каждый день, каждый раз это, каждый день я этого хочу, и чтобы их было как можно больше. Вот, это, что-то такого плохого-то, да, греховного. Или там какие-то еще потребности человеческие, мы говорим, что они естественные, мы себя убеждаем, что они нормальны, что все люди так живут, что это все вот хорошо. Хотя на самом деле-то зачастую плохо. Поэтому, прежде всего, надо оценить себя, оценить честно, по возможности точно, и поставить себе диагноз. Один из замечательных древних святых, преподобный Петр Дамаскин, пишет, что начало спасения человека – это видение своих грехов, бесчисленных, как морской песок. Здесь дело в том, что человеку надо, остановившись, начать внимательно рассматривать свои поступки. И тогда он увидит, что очень многие движения его души, слова, мысли, желания, действия, очень многие продиктованы каким-то грехом или к ним присоединен грех. И тогда, когда человек это видит, он начинает с этим бороться. Сначала это бывает очень трудно, очень сложно, почти невозможно, потому что от долгого навыка греховные привычки становятся нашей природой. И бороться с ними, конечно, очень непросто. Но сделать это можно и нужно. И, собственно говоря, сама духовная жизнь, мы часто встречаем это словосочетание – духовная жизнь, духовная жизнь, она и состоит именно в этой борьбе человека с тем плохим, что гнездится в его сердце, с грехом. И эта борьба сложная, эта борьба трудная, она не всегда заканчивается победой, или иногда там, где нам кажется, что мы победили, через какое-то время, зазевавшись, мы опять падаем в те же самые греховные поступки. Эта борьба должна стать так же естественной для человека, как и вот то состояние, о котором я говорил, удобопреклонности к греху. Вот ей должно сопутствовать постоянная, очень такая честная, напряженная борьба вот с этой удобопреклонностью, борьба с грехом. Человек каждый раз должен стараться, побеждая в себе греховные стремления и поступки, приобретать какие-то добродетели. Нужно ли каяться в каждом грехе? Ну, вы знаете, это немножко такой вопрос сложный. Для человека, живущего обычной жизнью в миру, достаточно регулярно исповедоваться, приходить на исповедь и говорить о тех грехах, которые вот постоянно сопутствуют его жизни, в которых он в данный момент не может восстановиться, хотя и пытается бороться с ними. Ежедневное исповедание грехов, наверное, больше свойственно монастырской жизни. Вот там есть такое понятие, как откровение помыслов, когда каждый день, ну или чуть пореже, монах или монахиня исповедуются или открывают помыслы старцу, духовнику или игумене, для того, чтобы легче было бороться со своими грехами. Потому что помысл исповеданный, он как-то обычно в человеке умирает. И если до этого человек мог мучиться какими-то мыслями, ему хочется что-то сделать, человек знает, что делать этого не нужно, то, будучи исповеданным, этот помысл уходит из человеческой души, и человек получает облегчение. Для мирянина достаточно регулярно читать, ежедневно читать последования вечерних молитв. Там в самом конце последняя молитва – так называемое повседневное исповедание грехов, где человек, завершая свой день, вспоминает те грехи, которые он совершил в этот день, и просит у Бога прощения в них. Мне кажется, это достаточно совершенно для обычного живущего в миру человека. Если исповеданный грех не дает покоя, как быть в этом случае? И почему это происходит? – Дело в том, что грех откладывает некую печать на человека, на его жизнь, на его поведение. Это естественно. И вот здесь я люблю очень слова преподобного Амбросия Оптинского. Когда-то однажды к нему пришел человек на исповедь и спросил батюшка, вот я совершил грех, я исповедовался, я понес эпитемью, я больше его не совершаю, но я не могу забыть, мне все равно болит от этого греха. И преподобный Амбросий показал ему на своей руке шрам от топора или от ножа, я сейчас не помню от чего, и говорит, посмотри, вот когда-то давно в молодости я поранил руку. Все зажило, у меня ничего не болит, но шрам-то остался. Так и на душе человеческой грех оставляет шрамы. И это понятно, объяснимо и до какой-то степени естественно, что прощение греха, это не значит, что человек вообще забыл, и больше он не помнит, не знает, и как будто ничего не было. Все равно какие-то шрамы на душе остаются, все равно память об этом есть, но это до некоторой степени можно воспринять как своего рода эпитемию от Бога за тот грех, который был сделан человеком. Есть вопрос от зрителя. Если Бог искупил все грехи человеческие своей смертью, почему людей наказывают за грехи? Дело в том, что людей никто не наказывает. И действительно, Господь искупил человеческий грех, и последствия греха уже больше не властны вот так вот над человеком механически. Но все зависит от самого человека. Вот этот факт искупления каждый человек должен еще принять и реализовать в своей жизни, стремясь к добродетели и борясь с грехом. Ну а грех он наказывает того, кто его совершает, потому что любой греховный поступок на самом деле это несет очень тяжелые последствия для человека. Любой грех. Если человек завистлив, он наказывает этим самого себя. Если человек злобный и желчный, он наказывает этим прежде всего самого себя. Если человек жадный, опять же, он наказывает самого себя. Ну и так далее. Поэтому грех в самом себе несет наказание для того, кто его совершает. А меняются ли грехи со временем? Вот такие грехи присущи современному человеку? Ну, вы знаете, наверное, меняются какие-то обстоятельства, условия совершения. То, что связано с внешними условиями нашей жизни. А, в общем-то, я думаю, что грех остается грехом. И в общих чертах все грехи остаются теми же. Так же, как и природа человеческая остается той же, несмотря на изменения во времени. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин